Всем привет, друзья! По ссылочку получил такой здоровый пакет, но без трекинг номера. И судя по размерам, здесь должен быть карманчик, который я очень-очень сильно жду. Это карманчик, который я поставлю вместо CD-ROM и в который поставлю жесткий диск. Дело в том, что если я купил SSD-диск на 250 гигов Samsung. И я хочу поменять местами, то есть вместо жесткого диска, который у меня сейчас в компьютере, я хочу поставить SSD, а этот жесткий перенести сюда, в этот карманчик. Если будете брать такие карманчики, то имейте в виду, что они бывают двух видов. Бывают на 9,5 мм, вот как у меня, то есть это на новых компьютерах. И бывают более старые, более высокие, на 12,7 мм. Естественно, что один-другой не подойдет. Так, даже отверточка есть, вообще круто. Давайте посмотрим, чтобы убедиться, что здесь точно 9,5 мм, потому что, ну, более новые компьютеры, они более тоненькие и, естественно, уже нужны и более тоненькие приводы для того, чтобы в габариты все это влазило. Так, ну вот так это выглядит. Очень похоже, что здесь все же 9,5 мм, а не 12,7 мм. Да, тут даже 10 мм, нет, то есть 9,5 мм. Все отлично, вообще супер. Я завтра поставлю сюда жесткий, ну и посмотрим, как это все будет работать. В комплекте даже есть отверточка и две такие шпильки. Так, ну давайте посмотрим, как мы жесткий сюда сможем приколхозить. Так, вот такой вот у меня Samsung. Так, это всякое барахло, которое нам не нужно. Так он ставится. А зачем нам эти шпильки длинные? Да, и мы этими шпильками его прижимаем к одному из края. Почему все же я буду сюда ставить именно жесткий диск, а не SSD? Во-первых, я читал, что в этой шине данных для CD-ROM, то есть она идет урезанная, то есть она не такая скоростная, как шина данных в месте для жесткого диска. Я не знаю, так это или нет, это все можно узнать, почитать, характеристики, то есть в этом проблем нет. Но я в любом случае, даже если здесь по скоростям они будут одинаковые, я в любом случае SSD поставлю на место жесткого, а вот сюда я засуну именно жесткий диск, потому что он у меня на терабайт. Дело в том, что для того, чтобы снять жесткий диск, мне нужно разбирать почти весь компьютер. А для того, чтобы снять вот этот вот CD-ROM, мне нужно открутить только один болтик. У меня получится, что здесь будет терабайтный жесткий, и для того, чтобы его снять, я просто откручиваю один болтик, снимаю там и в случае чего я что-то смогу заменить, закинуть файлы там, либо поменять на один терабайт, а два поставить. Ну что ж, вот так он держится, то есть эти шпильки, они входят и они распирают вот этот вот жесткий диск, и он просто упирается в одну из вот этих вот граней. Здесь он держится на самом разъеме, ну и держится достаточно хорошо. Но в любом случае, вы же свой компьютер кидать не будете. Не, ну так он, конечно, уже вылез. Так, здесь есть такие бортики. Наверное, он под него должен залезть, но наше SSD не залезет. Вполне возможно, что стандартный жесткий диск под вот эти вот бортики нырнет, и все будет хорошо. Или нужно сильнее прижать. Ну, мы еще посмотрим. В общем, так оно все крепится. Здесь все уходит заподлицо, то есть ничего мешать не будет, здесь все в пленочке. Это все, конечно же, поснимается. Ну, теперь осталось только, чтобы этот карманчик работал. Ну, в принципе, здесь один только вот этот переходничок, то есть тут как бы по большому счету и не работать нечему. Так, а это что у нас? Мы этим тоже, наверное, можем подтянуть. Ага, то есть тут еще есть шпильки. Я их не заметил сразу. С этой стороны тоже шпильки, и мы сейчас его со всех сторон разопрем, и он уже никуда не денется. Прикольно, что в комплекте есть отверточка. Честно, у меня сейчас дома вообще отверток нет. И я вот смог благодаря вот этой отверточке сразу все проверить. Ну все, он уже не вылазит, уже держится надежно. Блин, я прямо сейчас поставлю и проверю, работает он или нет. Я не выдержу. Я не выдержу столько ждать. Насколько я помню, для того, чтобы добраться до CD-ROM, нам нужно снять клавиатуру и с той стороны открутить винт, который его держит. Так, вот я открутил два винта, которые держат клавиатуру. Я тут уже начал откручивать эти. Так, ну и теперь вытаскиваем непосредственно клавиатуру. Для этого берем такую же тоненькую отверточку, просовываем и надавливаем. Она у нас вытаскивается. Так, здесь должен быть шлейф, нужно аккуратненько все делать. Да, вот он винт. Сейчас снимем шлейфик. Клаву сняли. Видите, чтобы вынуть CD-ROM, нужно открутить два и третий винт. И все. И теперь на его место можно ставить вот этот вот карманчик. Обратите внимание, что я перед тем, как заказывать, я специально сверил размеры, убедился, что у меня именно 9,5 мм. Ну и вот эту штучку нужно открутить и прикрепить на карман, чтобы можно было зафиксировать, чтобы наш карман не убежал. Да, ну и вот это вот, конечно же, заглушечка. Ее бы еще сюда нацепить. Все, друзья, все село. Ну и попробуем прямо так все и включить. У меня мышка работает, клавиатура в принципе не нужна. Да, вот у меня появился здесь новый том. Так как вам показать его. Вот он имеет 205 гигабайт свободных и 232. Вот мой жесткий диск на 1 терабайт. И вот мой Samsung на 250 гигабайт. То есть все супер, все отлично. Естественно, я их потом поменяю местами. Установлю систему на SSD. А жесткий диск будет просто как файловое хранилище. Вот такой вот карманчик, ребята. Осталось мне еще приделать вот эту вот штуку. И думаю, что все будет очень и очень классно. Ну все, всем спасибо, всем пока и удачи вам!